Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами будем смотреть сюжет телеканала Россия 24, посвященный избиению нашего Бориса в ГУМе и последующие за этим телодвижения охраны, активистов, полиции и прочих людей. Посмотрим, как относятся у нас федеральные каналы к беспределу охраны, к людям, которые отстаивают свои права, к людям, которые не терпят к себе насилия, которые защищаются. Смотрим сюжет. Грабеж, хищение, разбой, побои, краткий список жалоб в полицию посетителей московского ГУМа зашел в один из самых дорогих бутиков, а вышел с горой претензий как моральных, так и физических. Стоит уточнить, потенциальный покупатель был с камерой. Стоит уточнить, потенциальный покупатель был с камерой. Это, на мой взгляд, какое-то уточнение, но нелепое. То есть, это все равно, что сказать, потенциальный покупатель дышал. То есть, камера в нашей жизни, это уже, ну, это 21 век, ребят. Это предмет, который есть у каждого в телефоне по две штуки, понимаете? А у некоторых и по три штуки, да, с собой. И это не должно вообще вызывать каких-то отметок, там, каких-то там косых взглядов и прочего. Но, тем не менее, федеральный канал 2019 года на это акцентирует внимание сразу. Видеоблогер Борис Иванов собирался снять в магазине рядовой репортаж. Техника непрофессиональная, бытовая, но ее хватило для начала конфликта. Включилась охрана, ну а дальше стандартная схема. Препирательство, борьба за ту самую технику, угрозы. Словом, весь набор, который с образом модного и дорогого бренда, ну, никак не вяжется. Тем более в историческом центре Москвы. Естественно, все происходящее попало не только в полицию, но и в интернет. Как итог, десятки негативных отзывов на странице главного универмага. Оценки в один балл и подписи вроде «Уважаемые туристы, будьте осторожны при посещении этого объекта. Адекватность персонала не гарантируется». Пишут и по-английски, так что уже точно все поняли. Ну, начало, собственно, хорошее, в целом объективно, все хорошо. То есть грабеж, там, угрозы, насилие, это как бы негативное со стороны этого репортажа. Ну, что в целом, как бы, ну, для любого человека, я думаю, это негативно, тем более со стороны охраны и прочих там. Ну, а как такое вообще возможно, выяснял Евгений Нипот. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, а дальше смотрим, что же нам расскажет... Нипот, Евгений, здравствуйте. Добрый. Что же нам расскажет корреспондент Евгений, что же он увидел в данной ситуации? А может быть, сам как-то спровоцировал? Ну, с охранниками он ерничал, конечно, но прилавков не громил, и сумочки, стоимость которых превышает несколько сотен тысяч рублей, украсть не пытался, но все равно получил по лицу. Вообще, блогер по имени Боря специализируется на подобных провокационных ситуациях. Вот, Женя у нас говорит, блогер по имени Боря. Это, на мой взгляд, уже пренебрежительное какое-то отношение к человеку, который, во-первых, его коллега, если он смотрел это видео, да, то есть он там представлялся как журналист. То есть твоего коллегу избивают, Женя, а ты, говоришь, блогер по имени Боря. Ну, уже как-то пренебрежительно, да? То есть ты к Путину также обращаешься президент по имени Володя или что? Ну, хобби у него такое – ходить по магазинам и снимать видео. Ролики на его страничке, где он конфликтует с охранниками, набирают в районе 50 тысяч просмотров. И вот очередная такая вылазка закончилась для него тумаками. Вылазка закончилась для него тумаками. То есть вы себе можете представить, что вылазка – это как вот у воришек, да, вылазка там что-то украсть, своровать, там, не знаю, или как вылазка в тыл врага какого-то. То есть для меня вообще непонятно, как вот с точки зрения свободного человека, да, вылазка поснимать в магазин с камерой. То есть это что-то опасное, что ли, я не понимаю. Не, ну, в нашей стране, конечно, опасное, но так не должно быть. На этом надо акцентировать внимание, что так не должно быть, а не то, что вылазка закончилась тумаками. То есть как будто он специально как бы на это шел, и это нормально. То есть чего он, типа, ожидал? Капец вообще. Сам себе режиссер решил дать стрякача, но ретивый охранник, по словам молодого человека, грубо пресек его попытку к бегству. Вот опять же, сам себе режиссер, вот это пренебрежительное отношение меня вот вымораживает, вот весь ролик вот от этого вот Женьки, да, непонятного какого-то журналиста. Прости, Господи. После этих действий я прям сразу получаю удар с головы, ну, от которого меня как бы повело в сторону. Вот, естественно, я пытался убежать от него, но охранник как бы силой за руку меня схватил, да, и начал заламывать кисть с основной камерой, которая у меня была в тот момент в руке. Борис, резко превратившийся из оператора в участника потасовки, схватился за газовый баллончик. Химию распылил прямо у магазина, в коридоре торгового центра, где в тот момент было множество посетителей. Зато и поплатился. От накала страстей у него даже камера отказала. А вот это вот, это вообще вышка. Где он там нашел множество посетителей, непонятно, потому что, судя по видео, да, которое там представлено, да, с камер Бориса, там нет ни одного человека, кроме Бориса и охранника. То есть там никого не было. Во-вторых, если Женечка не в курсе, то у нас человек по закону, да, как по факту-то мы все знаем, может обороняться всеми доступными способами. И когда тебя грабят, а так как охранник украл камеру Бориса, открыто похитил его имущество, пытался вырвать другую камеру, ударил его, то есть это уже грабеж с применением насилия. Преступления, относящиеся к категории тяжких, несущие непосредственно общественную опасность и в тот момент представляющие опасность для жизни и здоровья самого Бориса. Потому что охранник не останавливался. И что ему было делать? Потерпеть, да, ничего страшного, тебя обокрадут, там и забьют, может быть и убьют. В ГУМе, да, в самом центре столицы. И что тебе делать? Нет, что-то, не надо применять самооборону. Зачем применять газовый баллончик, да? Или что ему, взять кирпич надо было по голове этого охранника ударить, чтобы он умер, и чтобы потом репортаж был. Ой, блогер-провокатор убил этого самого охранника. Нет, перечный газ, тем более струйный, это самое безопасное и безвредное, даже для таких упырей, средство для защиты от них, которое надо применять. Если бы это был баллончик аэрозольного типа, да, там где облако бы распространилось, там несколько десятков метров, и там реально бы люди задыхались, да, то есть как в Коламбусе при ситуации, да. У нас были, ну, баллончики этого самого аэрозольного типа, но мы их не стали применять. Мы и без струйных применили в крайнем случае. Я считаю, что Борис в этом плане действовал абсолютно правомерно, абсолютно по закону и абсолютно адекватно. То есть это наглое вранье, что там было много людей, что он там кого-то зацепил этим баллончиком. Это вранье, ложь. Ну, собственно, а что ожидать от федерального канала? Ну, смотрим дальше. Дальше охранники его заламывают, то есть там как была ситуация? Он, получается, обронялся от одного охранника, да, применил баллончик, и тут подбежали другие, не разбираясь в ситуации абсолютно. То есть они видели то, что охранник грабит человека, то есть отнимает его имущество, то есть явно делает действия, которые не позволены никому и ни при каких условиях. Но при этом они заламывают именно Бориса. Это вот именно охрана ГУМа. А ведь все начиналось с обычной видеосъемки. Сотрудники магазина заявляли, что записывать в зале в этой святая святых можно лишь на телефон. А вот на любую иную технику только с одобрения пиар-службы. Хотя, по словам юристов, такие правила идут в разрез с законом. В практике встречается, что магазины вешают специальные знаки, что якобы видеосъемка в магазине запрещена, но тем не менее это противоречит действующему законодательству. В соответствии с Конституцией Российской Федерации любой гражданин имеет право вести видеосъемку в общественных местах. Магазин будет являться общественным местом. То есть там, где есть торговый зал. Съемки запрещены в торговых залах только в тех случаях, если это может повлечь нарушение коммерческой тайны. Могу добавить к этому комментарию только то, что в торговых залах не может быть коммерческой тайны. Потому что коммерческая тайна – это сведения, которые подлежат защите. То есть в публичном месте их в принципе не может быть. Поэтому снимать в торговых залах можно в любых, абсолютно в любых. И никакой коммерческой тайны и прочего бреда быть не может. Снимать вообще можно в любых местах, куда может попасть обычный человек без пропуска. Такие места не являются режимными. Даже помещение, дежурная часть полиции – это не режимное помещение. Потому что туда люди должны заявить или проходить без пропуска. Дальше уже там в кабинеты следственных органов и так далее. Да, по пропуску и там уже другое законодательство регулируется. Там уголовный, уголовно-профессуальный кодекс и так далее. Там другое законодательство, там какие-то режимные объекты по закону о государственной тайне и прочие темы. Но в основном туда либо сотрудники входят, либо люди гражданские по каким-то уже уж особым случаям. Их, я думаю, мы не рассматриваем. Налицо и чересчур агрессивные действия охраны. Ведь до того, как блогер добавил перцу своим баллончикам, если верить видеозаписи, никаких противоправных действий он совершать не пытался. В прямом перечне случаев, когда охранники имеют право применять физическую силу, законодательством не предусмотрено. Есть лишь общие положения, предоставляющие частным охранникам право применять эту физическую силу и предусматривающие, что интенсивность и методы воздействия охранник определяет самостоятельно. Гражданин здесь не представлял опасности, он не нарушал порядок, он не представлял опасность для других посетителей и не представлял угрозы для товара, который подвижит охране. Соответственно, в отношении к нему вору, к физическую силу, у меня не было оснований. Хотя нервную обстановку в люксовых магазинах можно понять. 31 декабря в один из бутиков нагрянули воры, похитив 7 миллионов рублей. Вот, видимо, охранники и были, что называется, на взводе. А, то есть их еще и можно понять. Понять и простить. Ну да, избили человека по приколу, ничего страшного. Ну, у них же такая нервная работа, их же можно понять. Нормально. Если мы говорим о крупных брендах, то подобный маленький инцидент, конечно же, не может нанести большого ущерба ценностей бренда и вряд ли отпугнет потенциальных покупателей, а также покупателей, которые привыкли носить одежду, а также аксессуары данного бренда. Вся информация о стоимости и о моделях есть на официальном сайте. Дальше у нас выступает Мария Шахова, руководитель PR-агентства. Так вот, Мария, бренду прежде всего вредит не такие инциденты, а последующие действия этого бренда, что непосредственно руководство магазина делает в дальнейшем. В общем, и в данном случае, ну, понятно, что руководство большого магазина, большой сети не может уследить за тем, чтобы каждый охранник был адекватным. Там бывает, попадаются психи везде, я ничего не говорю. То есть в каждом, как бы, предприятии это может случиться. Однако, грамотный руководитель после этого, естественно, уберет из своих рядов данного сотрудника, извиниться перед потерпевшим, принесет как-то, ну, извинения публично, да, иным образом загладит свой вред, да, вред, причиненный своими сотрудниками. Здесь же мы в дальнейшем видим полное игнорирование и, наоборот, агрессию. То есть на меня напали, когда мы пришли потом, собственно, спрашивать сохранников извинения, да, на меня напали дальше. То есть не только на Бориса там нападали, то есть на еще людей. То есть им похеру. То есть там не один, а там таких упырей целая пачка, я считаю. И все сотрудники там, они не чувствуют за собой вины, они не чувствуют какой-то корпоративной, так сказать, этики, которая позволила бы им, даже вот простым консультантам, продавцам извиниться просто элементарно. Большинство из них видели эту ситуацию. Там даже одна вот продавщица говорит, «Вы уже сталкивались, по-моему, с этой ситуацией». Ну, конечно, она, вот это, я считаю, я вообще воспринял это как прямую угрозу. Типа, вас уже избили, что еще хочешь, типа того. Что это вообще за быдлящее поведение? У вас сумки, блин, по 300 тысяч стоят, вот такие вот маленькие сумочки. А вы, блин, вы уже сталкивались с этой ситуацией? Вообще, то есть для меня это вообще нонсенс. Ладно, там пятерочки где-нибудь за двадцатку работают, да, но в таком магазине, в Луи Витоне. А, да, кстати, в сюжете упоминается ГУМ, но не упоминается бренд Луи Витон. Ну вот, ну я считаю нужным это упомянуть хотя бы здесь. И, естественно, за такое уже, за такое отношение, я считаю, что бренд должен понести репутационные потери. Естественно, если они сразу не умеют, как бы, включать голову и заглаживать свои ошибки, да, то они будут нести потери. Естественно, будут писать и дальше люди отзывы про них в Гугле, в Яндексе, там, где угодно. Вот вы, которые смотрите сейчас это видео, да, обязательно напишите отзыв, обязательно позвоните в ГУМ, обязательно распространите видео, скиньте знакомым. Вот так оно и делается, чтобы каждый знал, чтобы их заставили извиниться, чтобы их заставили принести извинения. Байкотируйте просто эту фирму, пока они не принесут извинения. Иначе так каждый может зайти туда, сфоткаться, блин, или там поснимать видеоролик какой-нибудь в Инстаграм, да, и также быть избитым. А и представляете, если бы это были подростки или дети, да, или женщины неподготовленные, да, что с правовой точки зрения, что как бы, ну, с физической, как бы с, так сказать, оснащенностью спецсредствами, да. Вы представляете, просто бы у человека, человека как бы ограбили, избили и выкинули на улицу. Еще бы заявление на него написали, сказали, чтобы он напал на охрану, да, представляете, как не было бы видеозаписи, а так бы и было. А те люди, которые приходят и детально пытаются снять коллекции, это, конечно же, люди, которые в последующем отшивают подобные коллекции уже на продажу, но не настоящие, именно фейковые вещи. Конечно, люди, которые снимают с камерой в магазине, да, пытаются отснять коллекции, конечно. Вот именно для этого каждый ходит там, в Инстаграм ролики снимает там, да, именно для того, чтобы снять коллекцию, да, отшить свою дома, ну, не знаю, на коленке, в подвале, да. Именно для этого люди ходят в магазин с камерами, с телефонами, оснащенными камерами. Все верно, все правильно. Дурдом. Вот что мешает людям, которые хотят отшить коллекцию, купить эту вещь и просто скопировать? Ну, видимо, пиар-менеджеру до этого не дошла еще. Кстати, после этого инцидента в магазин нагрянул целый десант ребят с телефонами и камерушками. Целый десант ребят с телефонами и камерушками. Женечка, твои вот операторы, которые тебя снимают там на репортажах, тоже ребятушки с камерушками, да? Мы теперь будем их именно так и называть. Даже Деда Мороза с собой позвали. Такую вот маленькую странную месть организовал Борис. Оперативно прокомментировать ситуацию с побоями и видеосъемкой представители бренда не смогли. Блогер же, как минимум, намерен привлечь к ответственности избившего его охранника. И, видимо, о процессе борьбы снимет мини-сериал для своего блога. Евгений Нипот о том, как погубить репутацию. Далее Вести в 23. Маленькая странная месть. Маленькая странная месть, от которой обосрались там все, в том числе начальство охраны ГУМа. Аж полицию вызвали. Только это они почему-то не упомянули в своем репортаже. Также не упомянули, как уже второй раз было совершено нападение также на Деда Мороза. Пытался охранник ограбить его, похитить камеру с применением физической силы и сбежал потом. То есть нормально, да, это не упоминать. Это так фигня. Не прокомментировали, и ладно. Да. И дальнейшее то, что творилось на входах в ГУМ, тоже ничего. То, что там охранник матом орал. Зачем? Все нормально. Что ты, блогеры-провокаторы? Ну, конечно, охранники тоже неправы. Ну, ладно, это же были блогеры-провокаторы, да. Мини-сериал они мутят там, да. Нормальное отношение такое, Жень. Нормальное, нормальное. Но вы там нормально снимаете там в своем федеральном канале там всякие сюжетики, да. Ну, нормально там. Мини-сериал мутите, наверное, да. Ну, вот, да. Ну, вот, что хочется сказать. Такое пренебрежительное отношение со стороны федерального канала, который смотрит миллионы людей, да. Миллионы людей, на самом деле, не все критически относятся, к сожалению, к тому, что у нас вещается из телевизора. Но, однако, как мы видим, это необходимо. Необходимо критически к этому относиться, потому что все это нужно делить напополам. В данном случае. А иногда не то, что напополам, а на 20 частей надо делить. В этом случае, ладно, напополам уж, да. Вот. Ну что, оставляйте свои комментарии, что думаете по этому поводу. Поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Нажмите на колокольчик. Подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-каналы. Там новости появляются более оперативно, потому что на ютуб все-таки дольше делать видео. Ну и распространяйте это видео, распространяйте. Пишите комментарии в ГУМ. Пишите обращение в полицию под, собственно, видеозаписями, да. Которые опубликованы. Есть ссылка. Есть ссылки, куда это обращение отправлять. Не оставайтесь равнодушными. Боритесь за свои права. И если вы попали в какую-нибудь подобную ситуацию, вас избила охрана, вас там применяли какое-то насилие, какие-то противоправные действия, запрещали снимать, пишите нам в инстаграм-директ. Ссылки, опять же, в описании. Присылайте видео. Снимайте обязательно все на камеру. Присылайте видео. Боритесь за свои права. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok